Сегодня у нас повторный выброс. Настоятели единственного храма со святым источником в Барнауле фиксируют каждый такой потоп. Доказательство коммунальной проблемы. Зарождается ручей на горе, вытекает из колодца. Я звонил, сказали, что это якобы авария была у них. Они устранили ее, но на следующий день после дождя снова повторилось. Он полный, он глубокий, метра на 3,4. Колодец канализационный. Все его наполнение уже давно пробурило себе дорогу с горы. Топит здесь не только после дождя, уверяет священник. По счастливой или несчастливой случайности в этом мы убедились сами. Мы здесь минут 20. За это время объем нечистот поднялся минимум на метр и продолжает расти. Прямо на наших глазах поток заполнил склон. Местные жители на него, кажется, не обращают внимания. Проблема уже стала привычной. По словам отца Виталия, пахучи воды топят все 10 лет, что он работает настоятелем. Тут благодать, прям хорошо так. Как вам вода? Вода очень хорошая. Прямо она вот вкус такой необычный. Жители приезжают ежедневно. Людской поток, конечно, по выходным. Набирают святую воду, обливаются ею, отдыхают в красоте. Территория храма уже стала зоной притяжения. Еще одна зона по соседству. Уверены местные их и топят. Считают, что сети не выдерживают нагрузку. Жалоб, правда, не пишут, лишь окапываются. Все огородили, все сделали, бесполезно. У вас, наверное, вы уже ничего и не садите, да, в огороде? Здесь мы сажаем, а вот там, видели возле гаража? Вот там, да. А вы когда-нибудь видели работников водоканала или каких-то других коммунальщиков, которые бы как-то пытались эту проблему решить? Здесь не видела. Хотя настоятель храма постоянно вызванивает коммунальщиков. Сегодня тоже обещали приехать. А пока священник предлагает жителям пользоваться заведомо безопасным от нечистот источником чуть подальше. У нас есть третий родник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он самый чистый, когда тот, если есть какие-то привкусы, загрязнения, то чтобы брали воду именно с этого источника. Почему много лет канализационный колодец топит верующих, мы планируем узнать в мэрии и водоканале. Запросы уже написаны. А это после того, как приезжали, якобы устранили причину сегодня. Это снова. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.